Хе-хе, ребята, здорово всем! Вы на канале S-GameStreet, с вами Рауль. Мы продолжаем проходить Садлен Страйк 4, Противостояние 4. В прошлой серии мы прошли кампанию за Германию, а сейчас начинаем кампанию за Советский Союз. Но до того, как мы начнем прохождение, хочу обратить ваше внимание в кадры из Тричьи Хроники. Сейчас объясню, что это такое. Ну, по названию уже все ясно, но здесь такая интересная фича есть. Вот, сейчас зайду сюда, и вот смотрите, после прохождения каждого уровня здесь добавляются кадры. В хронике, да, исторической. Например, прошли битву приседания, и после прохождения можем зайти и посмотреть, как это все было. Да, такой пересказ. Например, польская кампания. Давайте посмотрим. 1 сентября 1939 года германский рейх вторгся на территорию Второй Польской Республики после организованного СССР Гляйницкого инцидента. Великобритания и Франция, союзники Польши, объявили Германии войну, однако начинать военные действия не спешили. В результате 1 миллион 600 тысяч немецких солдат за 36 дней полностью захватили Польшу, убив 66 тысяч польских солдат и взяв в плен 700 тысяч и убив 16 тысяч гражданских лиц. Это вторжение ознаменовало начало Второй мировой войны, крупнейшего военного конфликта в мировой истории, унесшего жизни более 50 миллионов людей по всему миру. Краткий пересказ, да, экскурс. Ладно. Вот. Будем проходить сейчас за Советский Союз и после каждого прохождения уровня будем смотреть. Ну что же, блокада Ленинграда. Что-то я заговорился. Итак, дорога жизни. В сентябре 1941 года после вторжения Германии в Советский Союз город Ленинград, сейчас вносивший название Санкт-Петербурга, был взят в осаду немецкими, немцами, блин, и их союзниками. Блокада продолжалась более двух с половиной лет, что делает ее одной из самых долгих в истории. Атакующие силы образовали вокруг города кольцо окружения, обрезав коммуникации и пути снабжения в Ленинград и из него. Во время первой блокадной зимы русские обнаружили, что для сообщения со внешним миром подходит, пусть это и опасно, замерзшее Лодорское озеро. Гранючий, короче, который граничит с городом, да. 22 ноября 1941 года была отправлена первая автоколонна и вскоре по этому пути, получившему название Дорога Жизни, начала регулярно происходить доставки припасов, а также эвакуация гражданских и раненых из осажденного города. Из-за вражеских, по-моему, дировщиков, да, по льду было смертельно опасно перемещаться, а особые немецкие подразделения регулярно нападали на автоколонны. Тем не менее, благодаря Дороге Жизни город выстоял до конца блокады, которая была снята в январе 1944 года. Как-то так. Погнали. Итак, ребята, здесь у нас, опять же, генералы. Это у нас Георгий Константинович, да, Константинович Жуков. Итак, Константин Константинович Рокоссовский. Кстати, он, для тех, кто не знает, офицер, белогвардеец, бывший белогвардеец. И Василий Иванович Чуйков. Итак, ребята, кого же взять? Давайте возьмем сначала, не знаю даже, Константин Рокоссовский. Он, блин, спас Москву тогда. Я знаю. Давайте возьмем, не знаю даже, Жукова, что ли. Давайте возьмем, Жукова. Защитите конвой любыми средствами. Ну, что-то, уже, в принципе, все ясно, да. Когда мы играли за Германию, там такие же миссии были. Защитить конвой, эвакуировать людей, все такое. Так, погнали. Блокада Ленинграда. Декабери 41 ГД. Держитесь, товарищи. Вы должны во что бы то ни стало защитить конвой. От этого зависит судьба города. Угу, вот так. Укрепите линию обороны по центру и будьте готовы ко всему. Так. Добавлено задание. Укрепите линию обороны в середине. Я готов. И это все, да. Ладно. Погнали тогда. Наверное, сюрпризов не будет. Вы заметили, что мы доставляем груз по озеру. Приготовьтесь к нападению. Так, я понял. Все, идем сюда. Так, беру танки. Пусть танки стоят. Вот так впереди. А пехота пусть стоит, не знаю даже. Пехота идёт. Зайцы, да, здесь. Пехота идёт. Где-то вот здесь. Пехота идёт. Пехота в пути. Пусть они... Вот немцы не примут положение лежа. Мои танки. Лёд слишком тонкий. Вместо этого приготовьтесь сражаться с вражеской пехотой, товарищи. Убейте! Цель уничтожена. Мне, блин, подкрепление не хотите давать, да? Ситуация здесь фиговая, да? Так, а я могу окопаться где-то. Вроде пока что обороняемся. Ну вот подкрепление пришло. Так, кого нам дают? Я пока что под советских плохо адаптировался. Это что у нас? Зенитная пушка и... Коминтерн. Ремонтный автомобиль, а всё, 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 ясно. Товарищ, лёд слишком тонкий. Идём сюда. Воспользуйтесь этим. Возьмите взрывчатку и потопите своих врагов. Да ладно. Потопить своих врагов? Ну, спустите, ребята здесь стоят. Ой-ё-ёй. Ща, ребята, ща, блин. Дойдите уже, ребята, вы. Займите вот тут. Места, бункеры. Техника готова к работе. Да. Ну, пусть ремонтный модуль тоже здесь стоит. Они пока что будут идти пехотой, да, как я понимаю? Отлично. Здесь тоже отбили. Или... Говорить пока что рано. Так, подкрепление пришло. Ну, что ж, ребята, идём на помощь сюда. Не знаю, даже вот этих парней я и не хочу трогать, которые здесь засели у меня. Противотанковая пушка, блин. Блин, слушай. Готовы к атаке. Чёртовая пушка стоит. Вот. Так, давайте возьмём... Пехоту, а? Только пехоту. Блин, сейчас и здесь стоят. Ну, пехот нужно. Нужно обойти. Блин. Ребята. Обойдите его с фланга. Да твою мать, слушай. Пехота идёт. Двигаюсь. Стреляйте. Разведка докладывает, что враг приближается с севера. Укрепите северную линию обороны, товарищ. Техника готова к работе. Слушаю. Я с одним, блин, придурком не могу справиться, а вы, блин, гоните, что ли? И всё, давайте возьмём хотя бы его пушку, эту чёркнутую. Прибыло подкрепление. Пустолёт, блин, фиговый. Так, ладно, этих парней я возьму и сразу отправлю сюда, да? Займём здесь линию обороны. Приказы? Ну. Двигай орудие. Здесь сможет двинуть орудие. Сможно буксировать? Интересно. Ладно. Ну, чё там. Где мои люди? А, вот они. Всё, пусть тоже занимают. Или... А, здесь уже управляют пушками, так что... Вот, можно это занять, кстати. Готовы служить! Вот эту пушечку. Так, всё хорошо. Держимся, держимся. Сколько ещё нам? Уничтожено 11, крились 30. Ага. Зачитите конвой. 90 и 100. Ну что ж, продолжаем. Вороняться? Так, парни, вы примите положение лёжа. Пехота в пути, я готов. Пехота готова. Престанно лицает. Это что они? Бронеавтомобиль, да? Ага. Не, хорошо. Здесь пока что всё хорошо. Нормально. Готов. Так, давайте возьмём ремонтный модуль и отправим его на поч... В принципе, здесь нечего чинить пока что. Так. В принципе, можно вот эту пушку тоже взять. Полковая пушка. Их вот здесь. Ну, давай. Так точно! Побеги ты. Захвати этот объект. Поживее! Всё. Слушай. Ну уже! Перемещаю орудия. Угу. Здесь, походу, их не какой-то транспорт. Ну что это такое? Ага. Всё, потопили. Вовремя я взял всё-таки. Так, здесь есть солдатики, да? Их вот здесь. В принципе, стоят здесь. Здесь тоже проходят колонны. Я не хочу просто рисковать и перемещать своих этих людей. Так что, хоть и ресурсы пока что ограничены, но будем с ними распоряжаться мудро. Ну, тем более, что уже 15 транспортников вскрылись. Осталось ещё 40 с чем-то. Не понял. Кто там есть? Там кто-то бьёт нас. Готовый к атаке! Приказы! Я иду! Так точно! Иду! Подожди, подожди. Просто не вижу, блин. Запросил свой танк. Так точно! Ага, всё. Атакуем! Готовый к атаке! Готовый служить! Ну, пипец. Ладно, возвращаемся сюда. Здесь тоже нужно обороняться, блин. Мне подкрепление... А! Мне дали подкрепление. Я готов. Ну, всё, отправляем сюда. Или вот сюда. Так. Постоим где-то здесь, а? Здесь у них фушка. Так. Ну, чё, ребята, давайте побыстрее, ну. Ой, блин. А, нет. Это немецкий самолёт наш подбили. Я подумал, транспортник какой-то уничтожили. Так, окей. Ага, опять с этой стороны пошли. Нет! Всё. Подбили наши. Здесь тоже. Вороняемся, ребята, вороняемся, чтобы наши смогли сломшать город. В принципе, осталось совсем ничего. Да, отлично. Пока что справляемся. Неплохо. Так, это тоже пусть стоит вот так. На льду, блин, стоять опасно. Ух ты. Вот не люблю этих дальнобойных. Угу. Пушка. Сейчас я зайду отсюда и... Всё. Ничего. Потеряю, потеряю. Так, пока что подкрепления нету. Врач здесь. Мы справились и защитили много машин конвоя. Теперь народ Ленинграда сможет продержаться ещё какое-то время. Поздравляю, товарищи. Ну что, всё это победа, да? В принципе, первый уровень, да? Не такой уж сложный он должен был и быть. Вот. У нас три очка. Окей. Какая-то так. Понедельник. Первое декабря 1941-го. Вот уже три месяца немцы стоят перед городом, в котором я родился. Мои соседи, мои друзья, те, с кем вырос, умирают от голода. Тех, кого немцам удается взять на мушку, они просто убивают. Но мой народ силён. Нашу волю не сломить. И теперь, когда зима в разгаре, мы, наконец, сможем хоть как-то помочь жителям. Капитан Муров предложил доставлять продовольствие в Ленинград по замёрзшему Ладожскому озеру. Сначала его люди решили использовать сани. Но сейчас лёд стал прочнее, и мы можем перевозить припасы на грузовиках. На прошлой неделе я пришёл сюда со своими людьми, чтобы защитить ледяной путь от немецких атак. Они все отлично себя показали. Не только отбили каждую атаку немцам, но и не дали им пробить лёд и потопить машины. Я ими очень горжусь. То, что Ленинград до сих пор стоит, — заслуга Жукова. Он отважно защищал город, и об этом мы никогда не забудем. Как и о его танковой тактике, которая сегодня помогла моим людям сокрушить врага. После окончания боя я поговорил с водителем одного из грузовиков. Как бы я хотел поехать с ним, снова увидеть купола храма Спаса на крови. Но он сказал, что храм сейчас забит силами погибших. Однако в его голосе слышалась надежда. Маршрут, который вы сегодня помогли защитить, сказал он. Это путь к спасению Ленинграда. Это дорога жизни. Да, ребята. Это был в натуре какой-то кошмар. Блокада Ленинграда. Итак, ребята, следующий наш уровень будет битва за Москву. Итак, как я сказал в начале нашей серии, Давайте зайдем в исторические хроники. И вот, блокада Ленинграда здесь добавилась. Давайте посмотрим. Один из величайших кошмаров Второй мировой войны начался с осады советского города Ленинграда 8 сентября 1941 года. Немецкие и финские войска общей численностью 720 тысяч человек окружили Ленинград и перекрыли все пути снабжения с одной простой и ужасной целью заморить голодом всех жителей города и размещенных в нем солдат. Советское командование не раз предпринимало попытки освободить Ленинград из стальной хватки врага. Но все они заканчивались неудачей. Однако в январе 1944 года Красной Армии наконец удалось пробить линию обороны и снять осаду. Блокада длилась 871 день. За это время трехмиллионное население города сократилось более чем на треть. Большинство погибло от голода и лишь малая часть от немецких атак. Попытки захватить Ленинград привычными способами никогда не предпринимались. Весь город просто нужно было стереть с лица земли. Да, город сам имел большую стратегическую ценность и для финнов после финско-советской войны это вообще было делом принципа. Как-то так, ребята. Короче, продолжим в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Если это, то ставьте обязательно на палец вверх, подписывайтесь, ждите продолжения. Всем удачи, всем пока-пока.